Автомобилисты переходят на летнюю резину. Пока в самарских шинных центрах ажиотажа нет, но для весны он и не характерен, рассказывают эксперты. Водители заранее записываются на шиномонтаж и спокойно переобувают свои автомобили. В весенний сезон он немного отличается от зимнего. Если зимний он происходит очень резко и одномоментно, то весенний он растягивается. Большого ажиотажа быть не должно. То есть огромных очередей, срочной переобувки, так как все-таки специфика такая, что на зимней резине еще можно поездить, когда теплеет. Автоэксперты рекомендуют водителям менять зимнюю резину на летнюю, когда средняя температура воздуха установится выше 8 градусов. Обычно переобуваться спешат в апреле, но в этом году в Самарской области весна наступила рано, а температурное значение по информации синоптиков на 8 градусов выше нормы. Поэтому самое время менять зимние колеса на летние. Процедура в среднем занимает 15-20 минут. Для начала мы интересуемся, какие работы нужно выполнить. Загоняем автомобиль на подъемник, поднимаем, откручиваем колеса. Если нужно, производим мойку, демонтаж шин, монтаж, балансировку. Где-то шина с одной стороны легче, с другой стороны немного тяжелее, из-за этого будет дисбаланс. Поэтому нужно проходить обязательно балансировку. Средняя стоимость полного шиномонтажа по Самаре – 1400 рублей. Выездной шиномонтаж, который тоже набирает популярность, обойдется наполовину дороже. А вот цены на резину в этом сезоне снизились практически наполовину. Это происходит из-за того, что известные зарубежные поставщики покинули рынок и нишу заполняют товары из Китая. Цены с прошлого года, если брать лето 2022 и текущий момент, цены где-то нам подешевели порядка 50, даже больше процентов. Если, к примеру, шина известного бренда стоила, допустим, около 7 тысяч, то сейчас она где-то около 4-4,5. Китай в этом же размере сейчас где-то 3-3,5. Итого сменить шины на летние, используя китайскую резину, можно за 16-18 тысяч рублей. В прошлом году общая стоимость доходила до 40 тысяч, так как поставщики из-за опасения и нестабильности поднимали цены. Сэкономить сейчас можно и благодаря трейды, но в некоторых шинных центрах принимают старые покрышки и диски, если они в приемлемом состоянии. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События.